Добрый вечер, меня зовут Анна Ривина, я представляю проект Насилие.нет, который мы делаем вместе с Марией Довтян, которой сейчас нет. За эти выходные мы поставили перед собой задачу придумать мобильное приложение, которое помогало всем тем, кто сталкивается с проблемой домашнего насилия. В первую очередь мы пришли сюда с полной базой, которая содержит информацию о всех кризисных центрах, которые существуют на территории России. На сегодняшний день это единственная база, которая содержит абсолютно всю информацию, которую максимально удалось собрать. Эта информация актуальна не только для тех людей, которые сталкиваются с этой проблемой, также эта информация актуальна и для родственников, друзей, которые хотят помочь, для специалистов, которые работают в этой сфере, для активистов, и также для полицейских, которые, как известно, зачастую даже не знают о тех центрах, которые работают в их регионе. Здесь будет возможность выбирать регион, будет отображаться список всех тех центров, которые работают, и выбрав конкретный центр, можно будет узнать всю информацию, связаться и также построить маршрут. Вторая опция, которую нам удалось придумать опять-таки за эти выходные, это кнопка помощи, сигнал SOS. Он нужен, наверное, не только для того, чтобы им непосредственно нужно было воспользоваться, в первую очередь это большая психологическая помощь для всех тех, кто в тот или иной момент требуется срочной и оперативной помощи. Это в большую степень играет роль, что это сдерживающий фактор для людей, которые понимают, что есть какая-то связь с внешним миром, и они должны следить за своими действиями, скажем так. Нажимая эту кнопку, здесь будет размещаться сообщение. Оно, сейчас, тогда я не отсюда начну, пардон. Вот, здесь есть настройки. Здесь автоматически определяется местоположение, также может быть добавлено энное количество лиц, которые указаны для связи, и любой текст текстного сообщения. В случае, если нажимается кнопка, этот текст отправляется автоматически, если это происходит по ошибке, то человек может ввести пароль специально, и тогда сообщение не отправляется. То есть, если кнопка нажита, и в течение 15 секунд пароль не введен, сообщение уходит, остановить уже это невозможно. Я хочу представить Марию Краснову, дизайнера, которая помогла нам все это разработать, потому что Мария очень правильную мысль добавила, что это приложение актуально не только для тех, кто сталкивается с домашним насилием, поскольку, я думаю, многие девушки знают, что вызывая такси или отправляясь в незнакомую компанию, тоже зачастую сообщаются какие-то подробности, которые могут пригодиться. Это приложение также актуально. Вот, это, пожалуй, все. И последнее, что хочется сказать, спасибо организаторам, что предоставили нам такую возможность поработать в эти выходные. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Честно сказать, нам за эти выходные не удалось пообщаться ни с кем, кто бы нам на практике сказал, как мы можем это реализовать, но я уверена, что если мы поставим перед собой такую задачу, мы сможем осуществить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет. Пока что вот наш проект на Селинет, он не имеет никакого финансирования, и все, что мы делаем, мы делаем какими-то своими силами. АПЛОДИСМЕНТЫ Как можно добавлять кризисные цены? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Скажу так, у нас в проекте есть сайт, в котором будет также находиться вся эта база. Мы хотим добавить кнопку, как добавить центр, а также сообщить о ошибке. То есть если центр переезжает или меняются данные, они могут нам об этом сообщить, мы информацию всю исправляем. И также, если появляется центр, который у нас в базе не содержится, мы также добавляем информацию. А здесь, я думаю, что будет просто повторяться информация с сайта. Спасибо вам.